физкульт привет друзья и ученики еду на европу первый день ровно год назад там выступала таня моя ученица помните и сегодня будет выступать очередная девочка юля ее зовут вы уже видели ее у меня в инстаграме видели ее уже и в видеороликах но пока речь не об этом о подготовке о выступлениях юли вы увидите целый отдельный фильм отвечаю пока на вопрос который приходит очень часто про триггерные точки я думаю уже все наслышаны о этих мифических триггерных точках которые около медицинскими людьми такими как мануальные терапевты и прочие херопракты преподносят как какие-то плавающие очаги проблем с ваших плечах ваших спинах ягодицах ногах в общем в ваших мышцах отчасти только это правда друзья естественно это все преподносится для того чтобы показать какой он хороший специалист как он сейчас это все найдет у вас и избавит вас от этих проблем друзья на самом деле все до простого до смешного просто триггерная . это не какая-то абстрактная . абстрактное место которое появляется там-то или там-то триггерная . имеет конкретное локационное положение у каждой мышечной группы своя триггерная . в одном и том же месте к примеру мышц дельт триггерная . это как раз таки где все три пучка сходятся в одно место соединяются в одно общее сухожилие и любая проблема травма какая-либо какое-либо заболевание мышц будет болеть только в этой точке не ведитесь друзья это вот знание и понимание опять нас пытаются развести пытаются преподнести какие люди специалисты найдут сейчас у нас всякие проблемы да эту проблему вы можете найти каждый у себя взяв анатомический атлас спортивный спортивную анатомию учебник если это конечно грамотный учебник и в нем будет указано в каждой мышечной группе где какая триггерная . к чему я вас действительно призываю во-первых я никогда никому не рекомендую посещать костоправов мануальных терапевтов да я знаю посыпется сейчас огромное количество возмущающихся каким помогло я не спорю и не отрицаю что это может вам помочь но друзья мануальный терапевт может навредить может причинить такую проблему вам что вы сядете в инвалидное кресло ни в коем случае нельзя идти к мануальному терапевту если у вас грыжи ни в коем случае поверьте я проходил это все на себе изучал это все у меня отец имел очень серьезные проблемы с позвоночником бывало по полгода не мог ходить и так как у нас мой родной дядя был министром сельского хозяйства молдавии то естественно были и связи было все и ездил отец не раз к касьянову кто не знает касьянов это самый известный самый лучший наверное в мире мануальщик кастоправ называйте как хотите и отец спросил его один раз а кому бы вы доверили свою спину касьянов так посмотрел горит на меня улыбнулся и сказал я не доверил бы свою спину даже самому себе понимаете друзья это настолько тонко настолько опасно зачем делайте легкие доступные упражнения из йоги самые простые асаны не эти извращения где нужно выворачивать суставы или что-то еще кстати самые первые я был сам этому удивлен обращаются к мануальным терапевтам по статистике в америке не удивляйтесь инструктора современной фитнес-йоги современная йога как она преподносится не имеет ничего общего с йогой йога это дыхание расслабление настоящий йог говорит что он может и доказывает это принять любую позу для этого ему не нужно растягиваться для этого нужно всего лишь правильно подышать ментально мысленно расслабить нужную зону и принять любую нужную позу всегда старайтесь друзья как я вам уже говорил подходить к любому вопросу через призму здравого смысла сохранения и улучшения здоровья просто сами подумайте когда у вас серьезные проблемы очаг воспаления в позвоночнике вы идете к мануальному терапевту и он вас силой выкручивает ну по моему здесь даже ребенок поймет что это неправильно и может вам навредить не бойтесь такого понятия как триггерные точки триггерные зоны с точки зрения как ее нам сейчас преподносит вот этот современная фитнес индустрия опять-таки мы все упираемся в это только для того чтобы разводить нас с вами на бабло триггерные точки повторяю это определенные локальные места у каждой мышечной группы они не меняются они не плавают и любой маломальский грамотный специалист всегда знает где это место и даже если вы абсолютно здоровый человек у вас это место может побаливать а если вы спортсмен постоянно тренирующийся постоянно регулярно дающий нагрузку на все мышечные группы то ваши триггерные точки по любому попаливать это все нужно понимать ну что друзья надеюсь вам был интересен данный выпуск я свяжу поболеть и поснимать свою ученицу ждите новые видео присылайте обязательно ваши вопросы и не забывайте в комментариях писать с чем вы согласны с чем не согласны не забывайте делиться моими роликами в своих соц сетях это лучшая благодарность для меня и для нашего с вами канала всем пока увидимся в тренажерном зале берегите себя